О том, какие отрасли в нашей жизни, окружающие, изменятся. Имя этой женщины Пенни. И я хотела бы несколько пунктов из ее исследований здесь привести. Итак, первое, что она говорит, что полностью изменится интернет-система и протоколы. И то есть речь идет о том, что вот эти гиганты-монополисты, которые сейчас держат интернет, они уступят свое место каким-то другим или компаниям, или государственным, или международным организациям. Полностью будет пересмотрено, потому что сейчас мы знаем, в Америке есть скандал по поводу монополии в интернете. Одновременно будут переходить, конечно, люди на все большее использование интернета. Второе, это то, что появится базовая государственная система дотации людям, потому что люди будут терять работу. Они сейчас ее уже потеряли. Я сейчас говорю о территории Америки и других стран, которые связаны с Америкой экономически. Итак, люди теряют работу и будут продолжать ее терять. Причем это будет происходить валово, потому что многие бизнесы закрываются. Сейчас в Америке везде, куда не выйдешь на улицу, везде написано closed. Закрыто, 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 закрыто. Какие бизнесы полностью закрываются, которые связаны с общением и возможностью заболеть. Они закрываются не потому, что они так не захотели и к ним никто не ходит, а потому что сверху им сказали, вы должны быть закрыты, потому что вы можете рассадником быть заболеваний. Поскольку весь этот мелкий бизнес, такие как парикмахерские, кафе, что-то вот такое, малый бизнес, связанный с творчеством и так далее, это все закрывается и плюс меняется образ жизни, потому что то, к чему раньше привыкли массы, особенно молодежь, такие как клубы ночные, всевозможные посещения кино, театров, на стадионах массовое посещение игр спортивных, все закрывается. А ведь это все за собой имело шлейф сервиса. Поскольку это все закрывается, люди оказываются без работы, им надо держаться, и поэтому им будут выплачивать бенефиты. Причем это все будет на государственном уровне, и бенефиты будут не очень большие, но гарантированные. Следующее о том, что финансовые потоки изменятся, и, конечно, от бумажных денег полностью уйдут. Сейчас все переходят на криптовалюту, на интернет деньги и так далее. В этой сфере все полностью изменится. И вся экономика, и весь обмен произойдет только, будет происходить на уровне интернета онлайна. Следующее, о чем Пенни говорит в соответствии со своим анализом, это отказ от автомобилей личных. Для Америки это принципиально. Вообще в Америке сейчас нету даже тротуарных дорожек. И фактически нету государственного транспорта. Все ездят только на своих машинах. Но поскольку ездить некуда, работы нет, ночных клубов нет, парикмахерских нет, всего нет, то машины не нужны. И поэтому от машин придется отказываться. Персональные машины полностью исчезнут, как считает Пенни. Их заменит только государственный транспорт. Тот очень организованный и очень подконтрольный. Но чем жить людям? Поэтому она считает в соответствии со своим анализом и наблюдениями сейчас, это то, что бизнес превратится из глобального, огромного, мануфакторного и монополистского, превратится в маленький семейный бизнес. И плюс к этому так называемый бизнес соседей. То есть она считает по своим наблюдениям, что люди, которые живут сейчас в своих домах, у них есть небольшие районы, в которых они живут, и там есть соседи. Пока мы не очень с соседями были близки и дружны, потому что каждый был занят своей работой в офисе с утра до вечера. А теперь с соседями, потому что много свободного времени, будем мы общаться. И поэтому, если у вас есть свой огород, весь, все силы бросят люди на выращивание своих собственных овощей на огороде и обменом сырых продуктов с соседями. А также обмен услугами. Кто что умеет. То есть кто-то слесарить умеет, кто-то пилит дрова. И соседи внутри блоков будут друг с другом договариваться. То есть это совершенно иная форма бизнеса, которую даже трудно назвать бизнесом. Это скорее возврат к общинному строю. Следующее, на что она обращает внимание, на основе анализа того, что происходит в Америке, это, конечно, отказ от видов энергии, которые сейчас есть. Прежде всего от бензина и всего того, что раньше потребляли машины, от которых отказываться будут люди. Нет машин, нет бензина, нет заправок. Возможно, будут какие-то заправки для государственных транспортов, но этого мало будет. И также переход на другие виды энергии. Это отдельный очень-очень большой разговор. Но то, что происходит сейчас в этой сфере, абсолютно меняется полностью. Следующее, на что она обращает внимание, это дома. Полностью изменятся дома и то место, в котором люди живут. Почему? На примере Америки, а также других западных стран, сейчас всё человечество фактически должно по ипотеке, по кредитам. То есть все живут не на своей земле, не на своём доме, не на своём участке, а все живут в долг и банкам отдают кредит за то, что они заняли на эти дома. А поскольку всё это лопнет, дома придётся отдать. И люди окажутся бездомными. Поэтому первое, что сейчас наблюдается в Америке, это то, что люди переходят на поиски других форм обитания. И к ним относятся домики на колёсах. Вот эти комперваны и так далее, это всё начало в 60-50-х годах в маленьких комьюнити эзотериков, которые жили по 20-30 лет, рожая детей. Вот в этих домиках они где-то в складчину покупали маленький огород. Там стояли эти машины, они этот огород окучивали, с него питались. Вот так родились первые эко-поселения в Великобритании. Сейчас в Америке наблюдается то же самое. Люди быстро отказываются от своих машин, продают их и покупают комперваны. Распродают свои вещи, раздают их соседям, банк у них забирает дом. И они платить нечем, потому что работы же нет, люди остались без работы. Люди переходят на вот такую странную форму жизни. Они перемещаются из больших городов в маленькие поселения, которые организуются заново по интересам. Чаще всего интересы связаны с экологией чистой, правильным образом жизни и так далее. И вот у них сейчас в Америке крупные города фактически брошены. Вот эти вот люди перемещаются из городов и таких индустриальных центров, перемещаются в такие маленькие поселения экологические, которые принципиально другие. Они там строят шалашики в Америке, большинство территории теплые. Они строят такие шалашики, причем такие на быструю руку, которые можно собирать и разбирать. И они украшиваются экологически. Вообще-то это все пахнет нашей историей славянской. Вот у нас это все так было. Я еще вам задам этот вопрос, Сергей. Еще пару моментов, которые описывают нам, к чему приведет современная ситуация, современный кризис на примере Америки. Это что будет новая форма медицины, потому что современная официальная медицина себя показала с плохой стороны. Сейчас есть очень много скандалов, конфликтов по отношению к ВОЗ, по отношению к лекарственным средствам, которые часто травят людей. И поэтому люди уже и сами отказываются, и еще они не смогут платить, потому что денег нет за дорогие лекарства. Поэтому вся современная система медицины полностью рухнет. Диагностика будет проводиться по-прежнему, но на расстоянии по интернету. А медицина приобретет новые формы, а именно лекарственные травы, природные средства и древневосточные методы исследования организма. Это все сейчас потихоньку активизируется. Но мы знаем, что последние лет 40, вот Нью-Эйдж и другие направления, они как раз нас к этому приводили. Но сейчас бум этого. Фактически люди уходят от официальной медицины. Ещё образование будет проходить дистанционно по названным до этого причинам. Потому что дети будут жить почти в лесах, и сама система образования по своему содержанию, она тоже изменится. Ещё обращает внимание пение на такую немаловажную вещь, как одежда. Потому что одежда изменится полностью. Она приобретёт формы экологические, простые и долгоиграющие. Вся нынешняя система фэйшнл и шоу-бизнеса, конечно, исчезнет. Она сейчас уже фактически исчезает. И всё, что связано с модной и богатой, дорогой одеждой, всё это уходит как ненужное. Потому что человечество фактически должно выживать, а не беситься с жиру. Поэтому одежда будет назад к нашим предкам. То, что мы сами вяжем, то, что мы сами шьём, то, что мы можем из льна или там осваивать вот эти древние технологии, связанные с одеждой, вот к этому нас призывают. И новые формы обещаются развлечений. Вот эти развлечения, когда там полуодетые эстрадные бегают и прыгают по различным постаментам, это всё люди сейчас воспринимают как ненужное, третьестепенное, не связанное с жизнью, с настоящими энергетическими жизненными процессами. И всё это уже сейчас рушится и уходит. Интерес к этому пропадает. Вместо этого появляются новые формы развлечения. К ним прежде всего относятся групповые, групповое времяпрепровождение по интересам. Сюда можно относить как, ну, например, я просто сейчас из головы говорю, это не пение. Сюда может относиться какие-то фестивали по интересам. Там, возможно, возрождение каких-то национальных традиций, там, танцы в кругу, танцы при костре, вот что-то такое, где что-то есть живое, прямое, настоящее. Вот примерно эти пункты я обозначила по исследованиям современных учёных, которые не являются эзотериками, а они являются экономистами. Поэтому я хотела бы знать ваше мнение, дорогие слушатели, и, конечно, Сергей, ваше мнение тоже. Вообще, мы вот сейчас заслушали мнение уважаемой Пенни. Мне чем-то это напомнило, напомнило романы утопистов вроде Таморуэла или Москвы-2044. Но меня это позабавило, я вам честно скажу. Конечно, там есть зерно какое-то, более-менее такое, на мой взгляд, жизнеспособное, как вы говорите, тянущее на версию экономиста. А в остальном, я бы сказал так, что то, что она описывала, скорее всего, было во время первой волны на самом пике её алармистского состояния. Я хочу ещё раз рассказать вам, что у нас в этом момент мартовский, там был реально ужас усилий. Мы собирались на этой площадке и сегодня мы обсуждали наши перспективы. И я говорил, что ничего не понятно, и рано какие-то дырки. Мы обсуждали о том, что человечество изучает вирус, вирус изучает человечество, и мы вместе друг с другом пытаемся найти взаимодействие. Вот сейчас, уже спустя полгода, видно, что это взаимодействие найдено, более-менее. Есть вполне изменяемые перспективы. И, конечно, такие методические настроения, как были озвучены в пене, на мой взгляд, абсолютно не жизнеспособны. Однако, мы можем с вами сейчас пробежаться по всем пунктам, чтобы это было понятно и не были голословны. Я вполне себе могу объяснить, как мой взгляд будет развиваться, в том числе и со стороны экономики. А вот что касается тех пунктов, с которыми я согласен, я вам расскажу. Я не записывал, к сожалению. Но есть целая категория тенденций, которые были сейчас озвучены, которые будут действительно развиваться. И они к ситуации, которая сейчас свирепствует, и кидеоматической, имеют очень опосредованное отношение. Это те тенденции, которые были заложены раньше. Они были уже, все шло к тому, что будет меняться структура транспорта, будет меняться структура образования, к сожалению. Все идет к тому, что цифровая революция переводит экономику на другие рельсы, иначе структурирует. И это будет развиваться, в том числе и в связи с тем, что сейчас подходит новое поколение, так называемое зелениалое поколение Z. Оно уже живет в цифровом мире. Они выросли эти последние 15-20 лет. Дети, которые сейчас входят в активный экономический возраст, и они, конечно, иначе совершенно себе представляют структуру, например, общения. Вот я хочу на это обратить ваше внимание. Молодежь сейчас не общается на кухне, как это делали иные. Она общается еще в сетях. И я лично свидетель того, как это происходит у них, будучи в разных комнатах. То есть это друзья, которые сидят в разных комнатах и не отрывают эту точку для того, чтобы пойти пообщаться. Они общаются через телефон. Причем в чате, не голосом. Вот на примере, вот на этом очень понятном, на таком для меня, конечно, неприятном примере, как для психолога, можно спрогнозировать, что будет дальше. К этому пандемия не имеет отношения. Вот, друзья мои, я хочу на это обратить внимание. Она, конечно, простимулировала, ускорила эти процессы, заставила не только это поколение молодое, но и наше поколение, которое предпочитает кухню, предпочитает личное общение, заставило нас их догонять. Они и так уже бегут, они и так уже так живут, понимаете? Они и так не пользуются красным. Они сидят и все, что можно, делают дистанционно. И разговор, вот видение нашей уважаемой пени, которая в пенсионном возрасте, я, конечно, понимаю ее, так скажем, разочарование, и какие-то такие замки она рисует, на мой взгляд, утопические. Ну, вязать никто не будет, да? Понятно, что те, кто на пенсии перестали экономическую, экономическую активность проявлять, будут сидеть вязать, так же, как вязали сто лет назад, и триста. Никакого отношения к структуре экономики это, на мой взгляд, не имеет. И хочу обратить внимание, что сейчас все опять начинает экономику закручиваться, открываются парикмахерские, открываются спортивные залы. И еще интересный момент, который на меня произвел впечатление совсем недавно. Я на фондовых рынках обнаружил невероятный всплеск интереса к бриллиантам. И вообще, к той самой дорогой одежде хендмейта, которую ваша уважаемая Пенни списала со счетов, рассказывая, что все будут ходить в робах, и огородики с соседями возделывают. Ничего подобного. Все, что не разрешали пользоваться во время первой волны, сейчас открылась, интерес невероятный, активно взлетели акции, и никуда они не падают со второй волны. Как вот эти предметы, предметы, как это называется, богатства, да, предметы... Роскоши. Роскоши, да, предметы роскоши, они прекрасным образом догнали свои доэпидемические показатели. Мы можем, если хотите, либо сейчас у меня нету чата, посмотреть, что говорят люди, интересно мне, либо пройтись по ее путам, и если у вас какие-то есть противоречия к тому, что я говорю, их обсудить будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!